Нужно восстановить машину и собрать припасы для путешествия. Без этого я до города не доберусь. Давненько я был там в последний раз. Может найду уютную кафешку и закажу себе чашечку латте. День 12. День покупок. Машинка у нас уже собрана. Все ништяк, отправляемся в город. Друзья, всем огромный привет, с вами Харди. Мы продолжаем перспективную новиночку DaysAuto, а может быть уже и не новиночка. И у нас день 12. День покупок. Надо, конечно, делать дневник выживальщика, потому что он как бы открывает игру. Ну и плюс помогает тебе развиваться. Опыт 550 это немало. Смотри, мой уровень 52. Неплохой кусок, да? Улучшай автомобиль до 2 левела. Что еще надо сделать в этом дне? Найди 7 сумок на локации парковка. Мы отправляемся, собственно, на парковку. Изготовь 3 аптечки, сделай 5 супа наваристого и 2 гваждомета. Блин, это жестко. Что жестко? Во-первых, тебе надо станки прогрейдить. Костер до 8 левела. Вот он, как выглядит наваристый фантастический суп. Все фигня. Но вот это вот мясо, вот это жирное, я тебе скажу. Короче, оно иногда не прет, иногда прет. Аптеки. Ну вот аптеки, да, аптеки. Чик и готово. Стол медика 3 левела, соответственно, тебе нужен. И вот таким образом делается аптека. Обеззараживающий набор. Вот он, грибы, кровь, ягода. Очищенная водичка и обычные бинты. Очищенная водичка, вот она где делается. Фильтры и вода. Кручу-верчу, запутать хочу. Грязь, да? Вот они, фильтры. Лаборатория, соответственно, построенная. Блин, это все не так сильно сложно, но-но. Я могу тебе сказать, что грейди, грейди станки. Если вдруг скопил голду, оставляй. Тогда, когда ты не сможешь прогрейдить станки, ты за голду просто возьмешь и промотаешь. Так, два гваждомета. Мы их скрафтим сейчас и отнесем. Отнесем, чтобы дальше изучать. Потому что гвоздомет это очень крутая штука, да? Ну а если вот, смотри. Класс, да? Прочность 128 и урон 31. Неслабый такой трехзвездный гвоздометик. Делаем и отдаем это все в речную деревню. Ничего себе. У меня последние две запчасти оружия, представляешь? И готово. Классное оружие. Глок круче, но не так просто его и скрафтить. Наваристый суп. Короче, фармим мясо. Ну и поехали на парковку. И готово. День 12 будет завершен. Супер. Вообще огонь. И пойдем туда не просто так. Возьмем, собственно, вот этот гвоздомет. Сразу потратим, да? А однозвездный я все-таки оставлю. Мы пойдем туда с фантастическим оружием. Черепалом. В прошлом видео, если ты его не видел, всегда можешь посмотреть. Мы выяснили. Нафиг он не нужен ни на каких боссов, короче. И-и-и. И Гектор. Две такие фантастические легендарочки. Погнали. Мы на месте. Привет, Джейн. Языки утопца. Слушай, это прям огонь. В ящиках оружие, да? Главное, чтобы мне хватило. Я не помню минималка. Сколько? Десяточка? А, вообще отстой. Пойдем быстренько бомбанем. У нас есть вот такой фантастический ствол. Порвем нафиг сейчас всех тут. Горящий Джорджик. Горя... О, а вот он и утопец. Слушай, утопец это дичь. Грязь, да? Вот согласись? Блин. Посмотри прошлое видео. Мы говорили о том, что Гектора можно хорошо на утопца пристроить. Мне кажется, это вообще в тему. Реально. Он стоит. Он стоит Гектора. Жесткий парень, блин. Все готово. Мы набрали на проход. А можно и вот таким способом, да? Так, как было задумано. Скажем так. Офигеть, я затарился. Короче. Жесть. Хоть домой и едь. Так, ладно. Все, валим отсюда. Оп. Прикольно, да? Да, тут надо бегать по заражению. Чтобы вот так вот вскрывать совсем красиво все. Этот способ намного больше мне нравится. Чем выбегать по мосту. Куда-то бежать. Короче, жесть. Так, это отдадим сразу. Она как склад, да? И это прям офигенски. То есть он не обнулится этот язык. Ничего с ним не будет. Эта локация не перезагружаемая. Готово. На один день открыли. Кат-сцены не проматываются. Слушай, они забавные, они прикольные. Ну да, проматывать нельзя кат-сцены. Класс. Жалко нам опыта за них не дают. Погнали. Локация. Парковка. Капец, сколько здесь ящиков. Это просто грязь. И еще очень классная вещь. Здесь дофига угля. Он нужен? Конечно нужен. Ё-моё. Угля надо вообще в игре немерено просто. Блин, ну тут некого убивать легендарным оружием, если честно. Ну давай, давай повоюем. Если уж взяли, да. Ну чё, блин. Но-но-но, ты видел, да? Утопцы. Утопцы вообще, они прям подходят под эту волыну прям идеально. Очень много лута на локации. Прям, блин, я даже не знаю. Здесь по идее надо стараться по стелсу лишних бомжей не бомбить. Оп, хорошо. Это хорошо? Да это вообще жесть. Вот эта вот вонючая пустая бочка. Короче, это, блин. Ее не так просто сделать. Оп. Уходим, 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 уходим. Как его можно разагрить? Просто в лагаут уходишь и готово, да? По идее, здесь надо всех, короче, разагривать. Нафиг они тебе не нужны. Гораздо профитней не убивать. Вот так тоже можно разагрить. В общем, стелс рулит. Реально. Так, короче, мужчины надоели. Привет, семье пришел твой, ела-пала. Бомжи, блин. Не будем эту шнягу взрывать. Нафиг не надо. О, серьезный парень. Как ни крути, серьезный парень вообще. Ну, локация хороша вообще. Она огромная. Она просто огромная. Один раз я пришел и, короче, был просто в шоке. Чего брать, чего не брать. Давай убираем топор разбитый. Чик. Капец, блин. Не представляю, куда я это все загружать буду. Очень не хватает рюкзачка помощней. Какого? А вот, смотри, туристический рюкзак. А также легендарные фантастические рюкзаки, которые меняются у оружейницы. Вот поэтому очень важно бомбить дыру и волка. Нам нужна кровь, да? Нам нужна не кровь. Короче, как можно быстрее надо сделать просто классные рюкзаки. Это прям вообще. Номер один. То, что я тебе могу посоветовать, что делать. Все, мы задание выполнили. Тут этих сумок вообще как грязи, реально. Ой, вообще изи, да? Остается только наваристый суп. Сколько здесь лута? Сколько здесь лута? Это просто беспредел. Здесь еще несколько помещений, короче. То есть вот одно помещение. Второе, третье. Ёлки-палки. Наказываем, пофигу. Бежит бомж. Ну, держи. Не слабо, да? В лицо просто. А вот со спиняки. Хорошо, да? Серьезная штука. А, мы здесь с той стороны проходили, да? Так, это вход. Нафиг. Как-то я тогда... Я сразу, короче, в центр пробурился. Ты понял, что? Давай, как раз снимем заражение. Блин. Гребаный ты горящий негодяй. Короче, бесящий парень. Ну, такой жесткий, да? Жесткий мужчина. Чик. Я вообще не понимаю, куда весь этот лут девать? Куда его нафиг девать, блин? Вот, смотри. Есть центральная часть парковка, да? Потом. Есть вот это здание. Вот мы к нему сейчас подходим. Да, как я говорю, вообще жесть. Причем можно аккуратно в него зайти. Есть еще одно здание. Короче, дофига всего здесь. Ухи, 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 ухи. Химоза. Очень большая локация. Очень. Насколько профитная. Да это вообще грязь. То есть, прежде чем заморачиваться с крафтом, да, каких-то ресурсов. Ну, вот ты видишь, да, к примеру, пустые бочки. Это очень круто. Это, это очень круто, потому что ее прям вспотеешь делать. Вот мне сейчас надо, да, делать бочки. Гораздо проще, блин, повыбивать их, чем скрафтить. Ну, это ерунда, ерундовина. Это тоже дичь. Блин, вообще бесконечный дом. Бешконечный. Привет, мужчина. Можно было все это сделать с гвоздометом. Это понятно. Но так интереснее, да? Ну, ну, ну. По фактику, да? А, конечно, конечно. Слушай, я забыл. Я забыл. Слушай, куда еще можно использовать легендарное оружие? Ну, конечно. Оборона. Оборона. Ёлы-палы. Вышка. Блин, мне нужна вот эта шняга. У меня закончилась. Точка сброса. Ёлы-палы. Вышка, да, барона. Точка сброса, конечно. Чик. Хорошо, да? Это еще одно здание. Зашли не очень красиво было. Можно, можно этот череполом, да, тратить, в принципе, на волков. Не семечко сакуры, а череполом. Это прям нормалды будет. Самая большая проблема, блин, это рюкзак, реально. Как и во всех выживалках, да? Есть у тебя рюкзак, все, развиваться будешь топ. Нету, будешь очень много терять. Я набрал дофига всего. Ты посмотри. Четыре оружия. Ну, зачем? Сюда надо вот с одним, блин, гвоздометом приходишь, да, и готово. И у меня бы еще три ячейки дополнительные сейчас было. А так, конечно, фигня полная. И лечение по фактику мне не надо было с таким оружием. Нафига, какое лечение, елки-палки. Так, мужчина, вы мне мешаете. Вот так. Да ладно, елки-палки. Ну, слушай, у меня... А что делать, да? Что делать? Куда я это все возьму? Некуда мне это все взять. Разве что тачка у меня всяким говном забита. Обратил внимание, да, сколько зараженной крови? Это тоже очень круто. Чтобы банально делать бинты, делать аптеки, нужна зараженная кровь. И много причем. На один бинт четыре, да? Здесь достаточно много этой шняги. Соответственно, если красиво в ближнем бою со спины по стелсу ползать, пилякать, да? То есть, чтобы не было какого-то расхода по хилу. Ты прям будешь в хороший плюс уходить. Короче, мне эта локация понравилась даже больше, чем-чем-чем. Чем вторая локация. А вот в парке я еще не был. Блиночки. Гребаный ты заразный негодяй. В парке я еще не был. Луна-парк. Вообще, блин. Чик. Стелс классно работает в игре без Б. Слушай, ну что, все. Всю локацию зачистили. Угля 12. Если бы был хороший топор, то есть звездный, да? Видишь, эффективный сбор 50. Если ты прогрейдишь по звездам вот эту вот ерунду, у тебя эффективность сбора будет. Вот смотри. Однозвездный уже 75. Двухзвездный 100. И, соответственно, трехзвездный 125. Это жесть. То есть, у тебя будет постоянно вылетать дофига ресурсов. А вот тут я еще ни разу не был. Да. Но это уже совсем другая история. Ну, а если зашла игрушка, ссылочка в описании. Эта поездка просто огонь. Класс. Это босс. Офигеть. Это босс, короче. Супер. Как этот, как его? Скажи и я скажу. Как мусорщик. Офигеть. В общем, смотри, ссылочка в описании. Если понравилась игрушка, качай. Так, ладно, короче, надо домой съездить. Потом, потом, да? Потом потестим этого босса. Удачи тебе. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok